5 августа 2020 года, Вриндаван, Шри-Чримат Бхактивиданта Вана Госвами Махарадж. Первым делом, я предлагаю мои смиренные, посетительные данные пранамы, В то же время, я предлагаю, мои смиренные, посетительные данные пранамы, Утас Мамстапам, Нитирида Привештам Мишнапа, Даштар Ашраты, Ширишима Бахтиданте, Шири Горгавини Косай Махараджу, Слами Махараджу, Бахти Вигене Бхарати Косай Махараджу, всем старшим преданным Вашнавам и Вашнави, и всем слушающим. Без причины милости, Гури Гуранг и Нитинанда Прабху, очень прекрасно, мы все праздновали. День ухода Шилы Рупа Гусаймпада, также Джулан Дьядру Маха Махаму Готсову, фестиваль качелей, а после мы прекрасно отпраздновали День Явления Господа Баладыва Прабху. Которая является проявлением неделенной Гуру Татвы, Акханда Гуру Татвы. Так много рассказчиков прекрасно описали и прославили Баладыва Татву, Акханда Гуру Татву. И также описали славу Рупу Гусаймпада. Я очень много помню из рассказов Шилы Гуру Дева, Шилы Наренгаса и Махараджи. Он был с нами, он настраивал прекрасные программы, куда сходились разные бандиты. И эти три дня бандиты прославляли Рупу Гусаймпада. Сейчас по причине коронавируса это было невозможно собраться вживую. И поэтому многие преданные представляли Рупу Гусаймпада в интернете, онлайн. Они прославляли его миссию, и его биографию, и его учение. Нарпита Чарин Чират Коруна Абатирнах Калав. Махапрабу, невзирая на то, кто является достойным, а кто нет, щедро раздавал всем прему, любовь к Господу. Шиларупа Гусаймпад. Сочинил этот стих Анарпита Чарин Чират. Господь Чатани Махапрабу приходит не каждый, не каждую кальюгу, а лишь один раз в день Брамы. Один раз в день Брамы сначала Кришна приходит в двапараюгу, а потом Махапрабу является в кальюгу. И тогда он наслаждается наивысшей премой Шримати Радики, и в то же время щедро раздает каплю этой любви каждому. Наша Ачария объясняет, что текущая кальюга, в которой мы живем, называется Данья Кальюга. Мы живем в очень особенную кальюгу, в которую пришел Господь Чайтанья. Он пришел и раздавал всем прему. Даже недостойные личности могут получить эту прему Шримати Радики. На самом деле, Господь Чатани Махапрабу распространял всем Манджари Бхаву, настроение служения Шримати Радики. Каждый, кто подходил к Господу Чайтанья Махапрабу, он давал ему прему. Мы также обсудили, как Господь Чайтанья Махапрабу вложил весь клад его сердца, сердца Рупа Госпами. Рупа Госпами проявил эту прему в сердце Рагунадхи Даса Госпами, Джива Госпами, а тот, в свою очередь, в сердце Шримананда Прабху, Шриневасы и Наротамы. Дальше это время прошло к Шри Вишханадде Чиквартида Гуру. И так продолжалась наша Гуру Парампара. Он написал много прекрасных книг. Отжилани Ламани, Бхакты Расамрита Синду. Так много книг он написал. И всеми этими действиями Рупа Госпами исполнил все желания Господа Чайтанья Махапрабу. Горота Мадаста Гур написал одну пранам мантру. Эта пранам мантра очень прекрасна. Можно повторять ее и предлагать Пушпанджари цветы лотосным стопам Рупа Госвами. Мы также обсудили славу Балады Прабху. Балады Прабху является Агханда Гурютваттвой, неделимой истинной Гуру. Мы обсудили то, что без силы невозможно достичь своей цели. А Балады Прабху является источником этой Чайтбалы, духовной силы, и без его милости невозможно достичь духовной цели. Материальные жители материального мира заняты лишь тем, что наслаждают свои чувства. В их сердце много неблагоприятных вещей, четыре вида Нардхи, Хридайдур Балья, Асад Тришна, Апарада и Суруб Брамма. И также Душирти Куртанарта, Сукрити Утанарта. Так много неблагоприятных вещей в сердце живых существ. В Адуре Кадамбине Грандхи, Шривишна Тверти Пат, очень ясно объясняют все эти вещи. Но Аканда Грутат в Абладе Прабху, он может очистить сердце Бададживы, обусловленной души. В своих руках Баладе Прабху носит плуг. Этим плугом он спахивает сердце живых существ и сажает в их сердце семья Бхакти. Так мы обсуждали слова Баладе Прабху три дня подряд. Многие Брамачарьи с Анияси рассказывали о его славе. Мы обсудили много Лилы Кадхи. Вчера я тоже рассказал одну очень красивую историю. Когда завершилась Кришна Лила на этой земле, то началась Гаура Лила. Гаура Лила очень сладка. Кришна думал, я должен совершить сладостную Гаура Лилу в Новодипадхаме. По этой причине Кришна совершил прекрасные представления. Кришна выбирал разных преданных на Байкунтхе, разных преданных на Глоке Вриндаване, кем они явятся в Гаура Лиле. Кришна составил список, кто присоединится к Гаура Лиле. Кришна позвал всех преданных на Байкунтхе, различных Гаруду, Нараду, Вишваксену, Хануман также, из Айоди Он позвал. Он записал их имена и сообщил им, кем они будут являться в Гаура Лиле. Хануман пришел в Гаура Лиле как Муряри Гупта. Нараду Риши пришел как Шриваст Хакур. Таким образом, он также позвал Брамаджи. Брамаджи, пожалуйста, помоги также. Присоединись к Моей Гаура Лиле, Намасан Киртани. Поэтому Брамаджи явился как Прохлад. Брамаджи явился вместе с Прохладой как Харидас Такур. Кришна также выбрал преданных из Галоки Вериндаваны. Гададар Пандит – это основная Шримати Рядика. Шримати Рядика приняла роль Гададара Пандита, Налита Вишака, явились как Саруб Дамадара и Рай Рамананда, Нанда, Яшода. Они приняли роль Сачиматы и Джаганата Мишри. Кришна лично составил красивый список, кто присоединится к Гаура Лиле. И Он всем сообщил об этом. Аллах же сказал Рупа Манджари, Рати Манджари и многим другим Манджари, кем они будут с Гаура Лиле. «Почти все Манджари присоединились к Гаура Лиле». Когда Кришна совершил список, завершил его, то Баладев спросил «О, Канхея, где мое имя?» Кришна начал смеяться. Он сказал «О, Бхайя, брат, ты не присоединишься к Гауре Лиле». На самом деле Кришна говорил это внешне. Специально, чтобы посмеяться, насладиться настроением смеха. Баладев Прабху сказал «Почему ты не написал мое имя в этом списке?» Кришна сказал «Ты всегда против моих игр». «Постоян, ты ругаешь меня». Тогда Баладев Прабху сказал «Нет, нет, я должен пойти с тобой». Тогда Кришна сказал «Смотри, в моей Рама Лиле ты всегда был против моих слов», когда был Лакшманой. Когда мой отец приказал мне «Отправляйся в изгнание, в лес, на 14 лет». Ты точно разозлился у моего отца, Даширадху? Помнишь об этом? В Рама Лиле ты был Лакшманой, и ты очень разозлился на моего отца, Даширадху. Ты даже сказал «Я должен наказать отца, которого контролирует его жена, которым управляет его жена». Помнишь ты эти слова? Тогда я ругал тебя. Я сказал «От Лакшмана, если ты еще раз произнесешь такие грубые слова, Даширадхи, то я откажусь от тебя, как от брата». Какова вина моего отца Даширадхи? Какова вина моей матери Кайкии? Даширадх Махарач, мой отец, он пообещал своей жене Кайкии, моей матери, что она может попросить у него два исполнения двух желаний. И одно из ее желаний было то, чтобы я, Рама, ушел в лес на изгнание. А второе желание, чтобы Бхарата, наш брат, стал царем Айоди. В чем же ее ошибка? И в чем же ошибка моего отца? Скажи же мне, Лакшмана, в вашей династии есть правила. Помнишь, Бладев, тот же разозлился? Один раз мы пересекали Гангу. Ехали в Читрапут. Тогда Кеват, простой лодочник, он сказал мне, ой, Рама, я слышал о славе ваших лодочных стоп. Вашими лодочными стопами вы прикоснулись к камню, и камень стал женщиной. Я боюсь, что если вы прикоснетесь к моей лодке, то моя лодка станет прекрасной женщиной. Как же я смогу поддерживать свою жизнь, после меня не останется лодкой и будет две жены? Так Кеват очень смиренно сказал. Я должен омыть ваши лодочные стопы. Я выпью Черенавриту, омывши ваши стопы. И проверю, насколько могущественны ваши стопы. Тогда Лакшмина, он очень разозлился на Кевату. Лодочника. Помнишь ли ты это, Баладев? В Рамане описывается, что Кевата Он был черепахой в Молочном океане, где возлежал Господь Вишну. И на поверхности Молочного океана Вишну возлежит на Шешанаге. Но Кевата в прошлой своей жизни, будучи черепахой, он плавал и выпрыгивал из океана с молоком. И каждый раз Шешанаг, когда черепаха касалась его, он начинал шипеть. И поэтому Вишну не мог нормально отдыхать. Тогда Шешанаг проклял эту черепаху. Но Вишну сказал, так уже быть в следующем своей жизни ты станешь моим лодочником и привезешь меня в моем воплощении Рамы. И так Кевата сказал, я не могу пустить вас в мою лодку. Сначала я должен омыть ваши лодочные стопы и проверить, какие мистические силы заложены в них. А Лакшмана разозлился на Кевату. Лакшмана сказал, Солнце уже заходит. Мы должны как можно быстрее пересечь гангу. Лакшман сказал, если ты опоздаешь, то я убью тебя. Лакшман, если я убью с твоей рукой, то твоя брата Рамчангра совершит мои последние ритуалы. Так Кришна сказал, помнишь, ты был зол на моего преданного Кевату. Потом Кришна сказал, помнишь, мы находились в Читракуте. Бхарата, мой брат, который является моей жизнью и душой. Со всей своей армией, лошадьми, слонами. Он пришел, чтобы отдать мне все. Но ты не смог понять настроение Бхараты. Ты пришел и сказал мне, дай мне мой лук и стрелы. Бхарата, он идет к нам. Со всей своей армией. Он хочет убить тебя. Помнишь же эти слова? Тогда я сказал, Лакшмана, успокойся. Я знаю сердце Бхараты. Бхарата не идет, чтобы убить меня. Но в то время точно разозлился и использовал очень грубые слова. Нет, нет. Бхарата идет, чтобы убить тебя, уничтожить все препятствия его правления. Тогда я сказал у Лакшмана, пожалуйста, успокойся. Если выстрелить, стрелу из лука, то ее никогда уже невозможно вернуть обратно. Помнишь ли ты это о Баладев? Не только это. Послушай, Баладев. В моей раме, Лиле. Я убил Равану и освободил ситу из когтей Раваны. Я сказал, у Лакшмана принеси дрова. Мы проверим чистоту моей жены Ситы. Мы должны проверить ее чистоту. Ее целомудренность. Помнишь ли ты это? Когда ты был Лакшманой в Раме, Лиле, ты очень разозлился. Ты сказал, в чем вина моей матери Ситы? Равана, он украл мою мать Ситу. Она ни в чем не виновата. Но Рама сказал, Лакшмана, Будь терпеливым. Я должен вернуть мою настоящую Ситу. Здесь находится... Лакшмана спросил, а это что, не настоящая Сита? Рама сказал, нет, это не настоящая Сита. Моя настоящая Сита сейчас находится на Кайлаше, с Шивой и Парвати. Я тебе объяснил все это. Из-за влияния Югамая. Ты не мог понять то, что на самом деле Равана украл не настоящая Ситу, а Чай Ситу. Лишь тень Ситы. И тогда... И тогда... И тогда... И тогда... И последний мой рилл в 14 лет я должен убить Девона Равана. Первые 12 лет изгнания мы жили вместе втроем. Но последние два года мы бы задели на то, чтобы убить Равана и спасти Ситу. Равана, он украл мою жену Ситу. Но как он мог украсть настоящая Сита? На самом деле он украл лишь тень Ситы. Агни Девата. Он пришел и сказал. О, Рама, о мой Господь. Если вы даете невозможность, я с удовольствием послужил бы вам. Агни Девата сказал. Я заберу вашу настоящую Ситу и отнесу ее на Кайлаш к Шиве и Парвати. А Равана украдет лишь Чая Ситу, тень Ситы. Настоящая Сита была на Кайлаше. А в саду Раване была Кень Ситы. И Рама сказал. Теперь, Лакшмана, мы должны вернуть настоящую Ситу. Помнишь, я тебе объяснял это, но ты злился и не мог никак успокоиться. Обладев, я расскажу тебе другую Лилу. В моей Кришне, Лиле, ты также постоянно злился, будучи моим старшим братом. Время Субодра Харанлилы. Время Субодра Харанлилы. Помнишь, однажды ты приехал в Хастинапур к своему близкому ученику Дурьодане. Дурьодана и Бхима. Это два твоих лучших ученика. Обладев Прабу. Обладев Прабу. Он очень любил Дурьодану. Своего ученика. Обладев Прабу спросил о Дурьодане. Как ты? Как твои успехи в борьбе? Тогда Дурьодана сказал, если хотите проверить, давайте сразимся, как тренировка. Тогда Бладев и Дурьодана, они сразились. Бладев Прабу был очень доволен боевым искусством Дурьоданы. Тогда Бладев Прабу сказал, я очень доволен тобой. Спросил меня любое благословление. Тогда Дурьодана сказал, я Грифастха, семейный человек. Я ваш ученик. на самом деле, ученик ничего не должен просить у своего гуру. Но вы просите меня, выбрите благословление. Я бы хотел попросить вас, устроить одну вещь. Что же ты хочешь? Пожалуйста, устроите так, чтобы ваша сестра Субадра вышла за меня замуж. Бладев Прабу сказал, не волнуйся, Дурьодана. Я отдаю тебе обещание. Я обещаю тебе, не волнуйся, будь уверен. Я самая влиятельная личность в моей семье. Все уважают меня в два руки. Поэтому не волнуйся. Можешь быть уверенным, что Субадра станет твоей женой. Я лишь вернусь в Двараку и сообщу ей новость моим родителям, Васудеви и Деваки. Кришна, он все знает. Кришна, он все знает. Кришна быстро все устроил. Кришна сказал, Арджуна, езжай в Двараку в виде под прикрытием Саньяси. Субадра, она с самого детства была полностью предана ложественным стопам Арджуны. Всю жизнь она хотела выйти замуж именно за него. И так один день Субадра, она гуляла в прекрасном цветочном саду. В то же время, Арджуна пришел в то место в одеждах саду Саньяси, в одеждах святого. Субадра, она спросила саду, откуда вы? Арджуна, он сказал, я был во многих-многих местах и встречал много разных людей. Тогда Субадра спросила, возможно, вы видели Арджуну? Тогда Арджуна в одеждах саду сказал, да, я встречался с ним, я его очень хорошо знаю. Но снова и снова ты спрашиваешь меня о Арджуне, что же в нем такого особенного? Тогда Субадра сказала, если ты видел Арджуну, пожалуйста, прославь его. Тогда Арджуна, который был в одеждах Саньяси, он сказал, а, на самом деле, я не видел ничего особенного в Арджуне. он сказал только это, когда Субадра, которая была так привязана к Арджуне, она очень разозлилась. Субадра достала меч из ножны. Она сказала, что ты сказал, в Арджуне нет ничего особенного, я отрублю твой язык. За такие слова. Субадра очень разозлилась, разгневалась, и уже лежала меч на готове. Кришна. В это время туда пришел Кришна. О, моя сестра! О, Субадра! Что случилось? Почему ты злишься на этого саду? Тогда Субадра сказала, о, брат, посмотри, этот саду утверждает, что в Арджуне нет ничего особенного. Я не могу сдержать такие слова. Тогда Кришна сказал, о, Субадре! О, Субадра! На самом деле, этот Саньяси — это Арджуна. Тогда Субадра начала дрожать от стеснения, бросила меч и убежала. Тем же вечером Кришна сказал Арджуне, завтра утром Субадра отправится поклоняться полубогам и полубогиням. Посидите в колесницу, но не ты не поведешь колесницу. Субадра будет держать повода в поводе. В поводе. И Субадра пошла к деми-годам и деми-годам. Так, рано утром Субадра отправилась поклоняться полубогам и полубогиням. А Арджуна сидел сзади в крестнице. Субадра вела поводья. Охранники спокойно отпустили Субадру. Потом охранники в конце концов вернулись к Галараме и сказали, О, Арджуна, он украл вашу сестру Субадру. Что же делать? Тогда Валадев Прабу он позвал всю свою армию. Он сказал, Арджуна притворяясь с Саньяси, пришел в Двараку и украл мою сестру Субадру. Вы должны наказать его. Они уже все собрали. Вся армия держала в руках оружие. И Баларама воодушевлял армию. Тогда Кришна пришел в то место и сказал, О, мой брат, О, Баларама, что случилось? Он сказал, Арджуна украл нашу сестру. Кришна сказал, Кто украл? Кто кого украл? Субадру похитил Арджуну или Арджуна похитил Субадру? Спроси охранников. Они все видели своими глазами. Тогда охранники сказали, Все верно, Субадра, она вела по воде. Кришна сказал, Это означает, что не Арджуна похитил Субадру. А Субадра похитил Арджуну. Ты помнишь? Я ведь тоже похитил друг Мини. Получается, ты должен наказать и меня. Я скажу тебе еще больше. Ты дал благословление Дуредане. Ты пообещал ему? Что? Женишь Субадру на нем? Да. Да? Моя сестра Субадра, она не животная. Как ты можешь так спокойно отдавать ее кому-то? У нее есть свой выбор. С самого детства она полностью предана лотосным стопам Арджуны. И всю жизнь мечтала стать его женой. А Дуредана кто это? Глупец и подлец. Дуредана является воплощением всего греха. Как же возможно, что наша сестра может выйти за него замуж? Так, Кришна, очень серьезно, очень смело, он ругал Баладеву Прабу. Так, Баладев Прабу, он замолчал, утих и слушал. Тогда Кришна сказал Баладеве на головке Бриндавани, ты не помнишь всех этих вещей? Как я могла взять тебя с собой в город Лиду? Помнишь? В начале битвы на Куркшетре все сказали тебе, обладев, Гимма сказал, приезжайте к нам, обладев. А Дуредана сказал, обладев, приезжайте к нам. Тогда Баладев, он сказал, я не присоединюсь к ни к Куркшетре, ни к Пандавам. Я уеду на Парикрыму, я уеду посещать цветные места, я уезжаю в полничество. 17 дней Куркшетре прошли, остался последний 18-й. И в этот день, последний день, берись Дуредана и Бхимма. Дуредана. А ты, Бладев, выдаешься гуру их обоих. Дуредана, он получил благословение своей матери. Как зовут Мать Дуредана? Гандари. Точно, Гандари. Гандари открыли свои глаза, и увидел тело Дуредана. И так его тело стало полностью неизмемым. Все тело Дуредана стало неизмемым, не считая его бедер, которые были прикрыты накидкой. Потом Бим и Дуредана, они вместе бились. И в Биме появилась вся Нарасимха Шакти, вся энергия Нарасимхи. И он бил своей булавой Дуредану, но был такой звук, когда бьют по железу. Бим, бим. Но никакой боли Дуредана не чувствовал. И Бим подумал, что уже не сможет победить Дуредану. Тогда тогда Кришна сказал, бей его в бедра. И Дуредана очень сильно разозлился. «О, Кришна, зачем ты рассказал ему это?» Он громко ругал Кришну. Что это означает? Что это означает? Дхима. Кришна. Ты дал обещание. Бима дал обещание, что подаришь... Дхима. Когда вы прииграли в кости, то Дуредана заставлял Дуредана сесть на его бедра. Поэтому сейчас возьми и сломай Дуредане эти бедра. Дхима со всей своей силой ударил Дуредану по бедрам, и тут упал на землю. Нудуредана, он был очень зол, потому что он сказал, Кришна нарушил все правила боя. Нарушил правила Гадда-юды. А, Бладдев Прабу, ты пришел и сказал, О, Бхима, ты нарушил правила боя, и ты, О, Бладдев, пытался наказать Бхима, убить его. Бладдев, ты помнишь, ты... Ты не видел... Курава и Пандава, они воевали вместе. Кришна дал обет, что во время битвы на Харикшетре он не будет использовать оружие. Один раз в один из дней Абхиманью был в... на части поля битвы, где находились Куравы, и... семь воинов напали на безоружного Абхиманью, сына Арджуны, и убили его. Но тогда ты не пришел и не сказал, что они поступают нечестно. А сейчас ты пришел в последний день, и сказал, что Бхиман нарушил правила. О, Бладдев! Разве ты честно поступаешь? И тогда Бладдев очень сильно разозлился. И Кришне постоянно приходилось успокаивать Бладдева. Есть много разных лил, показывающих это. Поэтому Кришна сказал, О, Бладдев! Я не впущу тебя в мою Горалилу. Тогда Бладдев Прабу сказал, О, Кришна! Я должен пойти с тобой в Горалилу. Я должен помочь тебе, служить тебе. Тогда Бладдев Прабу, он пообещал, О, Кришна! В твои горы, Лилия! Я никогда не буду осуждать твои действия. Тогда Кришна, он очень обрадовался и сказал, О, Бхайя! О, Брат! Я напишу твое имя на самом верху моего списка. Ты придешь, как Нитянанда. Без Нитянанды, как возможно, что может совершиться горы Лилы? Обраду, Акрода. Парама Нитянандарай. Ну что, Балдев Прабу явился в Говоре Лиле как Нитинанда Прабу, и никогда он не проявлял гнев. На самом деле, не получив милость Нитинанда Прабу, невозможно получить милость Говоранги. Акрода. Это означает, что Нитинанда Прабу совершенно свободен от гнева. Парамананда. Нитинанда Прабу полностью погружен в блаженство Говоранги, поэтому он является Акрода Парамананда Нитинанда Рай. Всегда Нитинанда Прабу погружен в Говору. Акрода Парамананда Нитинанда Рай. Нитинанда Прабу всегда в своих зубах, между своих зубов. Нитинанда Прабу держит травинку в знак смирения. И он ходит от двери к двери и говорит, пожалуйста, повторяйте святые имена и получите милость Господа Говоранги. Джагай и Мадхай кинули камень в голову Нитинанда Прабу. Когда Чатани Маха Прабу увидел кровь, текущий из лба Нитинанда Прабу, Говоранга вызвал Сударшина Чакры и уже собирался отрубить голову Джагай и Мадхай. Но Нитинанда Прабу сказал, о Говоранга, вы пообещали, что ваши Говоры Рили, вы не убьете ни одного демона, вы будете освобождать их, раздавая им прему. Вы пообещали, что в вашем воплощении, в вашем воплощении, как Маха Прабу в Говоры Рили, вы не убьете ни одного демона. В других воплощениях вы убивали демонов, но в этом воплощении, в Говоранге, вы сказали, что будете освобождать всех демонов. Так Нитинанда Прабу сказал, о Говоранга, вы пообещали, что не убьете ни одного демона в этом воплощении. Пожалуйста, дайте им вашу милость. Это поется в одной бенгальской песне. Нитинанда Прабу является олицетворением милости. Там поется ты кину в мою голову горшок, лимоный горшок, из моей головы течет кровь, но я дам тебе свою милость. Не получив милость, Нитинанда Прабу, невозможно получить милость в Говора Сундры. Никто не сможет достичь Кришны Шьяма Сундры. Нитинанда Прабу Нитинанда Прабу О мой ум, пожалуйста, всегда танцуй, воспевая имена Говоры и Нитинанда Прабу. Нитинанда Прабу тот же самый Лакшмина, тот же самый Баладев в Говоре явились как Нитинанда Прабу. Нитинанда Прабу поднимал свои руки и просил, о брат, о сестра, повтори Кришну нам, и ты освободишься из океана материального существования. Так много прекрасных историй есть в Говоре и Лиле. На самом деле нету разницы между Бладовом Прабу и Нитинандой Прабу. Но игра Нитинанды, Лилы и Нитинанды, они очень сладки, очень сладостны. Поэтому все должны полностью предаться Ладостным стопам Нитинанда Прабу. В этой песне так много прославлений Нитинанда Прабу. Лилы и Нитинанды Прабу являются орицетворением сострадания. Тот, кто не будет воспевать имена Говора Нитинанды. Тот, кто не будет воспевать имена Говора Нитинанды. Точно, Ямадута придут к этой личности, свяжут его и отнесут на адские планеты на руку. Поэтому поднимите, вздымайте свои руки к небу и воспевайте Нитей Говора Нитей Говора. Спасибо Вам за Вашу доброту. Не хочу занимать слишком много Вашего времени. Очень прекрасные, сладостные Лилы, Кришна Лилы, Рама Лилы, Говора Лилы. Так много Кадха, я мог бы часами рассказывать, но к несчастью, время ограничено. Мы сравнили Рама Лилу, Лакшмана Лилу, Бладева Лилу, Кришна Лилу. Но Нитинанды Лила, она особенна. Ее невозможно сравнить с другими Лилами. Поэтому я снова повторяю. Акрода парамананда, Нитинанды Рай. Куда ни идете Нитинанды, туда и я не пойду. Если кто-то оскорбляет Нитинанды Прабу, то я никогда больше не посмотрю в лицо этой личности. Ученик Нитинанды Прабу. Он был всегда погружен в Нитинанды. И он всегда носил один фрукт. Один раз он пришел в дом Кришнадаса Кавираджи Госвами. В то время Кришнадаса Кавираджи Госвами не был дома. Там был его брат. Его имя было... Так или иначе, он никак не привил уважение к этому Рамадасу. Он не привил уважение к Минкета Рамадасу. И он был в дом Кришне. Он сказал, что этот Пуджарий, он еще хуже, чем Шудра. Он был в дом Кришне. Он был в дом Кришне. В то время он был в дом Кришне. Он дал Пуран Катару. Один раз Рамахаршин Прабу давал Харикатху. Валадев Прабу пришел в то место и сказал, я Аханда Гуртаттва, я Гуртаттва. Если не предложить мне почтение, это очень опасно. Рамахаршин продолжал сидеть. Он не привил почтения. Поэтому, Баладев Прабу, он взял, оторвал травинку и эту травинку отрубил голову Рамахаршину. И там все святые спросили, кто же теперь будет давать нам Харикатху. Баладев Прабу сказал, не беспокойтесь. Он отрылся до головы одного маленького мальчика. И тот начал давать прекрасную Харикатху. Позже Кришнадас Кавирадж Гуссами вернулся домой. И знал, что его брат не принес почтение Минкета Рамадасу, который являлся братом Нитинанда Прабу. И брат Кришнадас Кавирадж Гуссами сказал, я имею веру в Гуртаттва, но не имею веру в Нитинанда Прабу. Сначала он был Саньяси, потом Грехастый, потом снова Саньяси и снова Грехастый. Он одевается в красивые одежды и жрет орех бедля. Я не имею веру в него. Тогда Кришнадас Кавирадж Гуссами очень расстроился. Он сказал, Нитинанда и Горасундара по сути не отличны друг от друга. Это как Кришна и Баладев. Кришна и Баладев. Сей Кришна и Баладев. Сей Кришна и Баладев. Кришна по сути сам Баладев и Баладев по сути сам Кришна. Единственная разница лишь в цвете кожи. Кришна и темного цвета кожи, а Баладев светлого цвета кожи. Кришна и Баладев. Хотя Кришна и Баладев сказал все это своему брату. Его брат так и не получил милость. Так и не получил веру в Нитинанда Прабу. И так его в сон брата Кришна и Баладев с Гуссами явился Нитинанда Прабу. Сказал не волнуйся, ничего страшного, направляйся во Вриндаван и соверши там служение. Так Нитинанда Прабу сам лично взял брата Кришна и Баладев с Гуссами за руки и отвелся его во Вриндаван. Даронитар, Чаранадукани. Баладамдад Стаквир поет. Очень аккуратно, осторожно, служите лодосным стопам. Итинанда Прабу. Без его милости невозможно получить служение ради Кришни. Спасибо за вашу доброту. Если у вас есть вопрос, можете задать его. Баладамдад Прабу. Баладамдад Прабу. В прошлый вексте вы сказали, что Баладамд Прабу это Сева Виграха, а это царение служение. В то же время он Вишая, объект поклонения, в то же время он и поклоняющийся Кришне. Но с другой стороны, сегодня вы сказали, много рассказывали лилы, игры, где Баладамд Прабу, где он злится на Кришну, где он ругает Кришну. Что во многих лилах его настроение отличается от настроения Сева Виграхи, служения. Гуридов отвечает, на самом деле между настроением Баладамд Прабу и настроением Кришны нету разницы. Лила Шакти, энергия игр, она устраивается таким образом. На самом деле, лилы Шакти устраивается таким образом. Баладамд Прабу является Вишая Виграхой, но он играет роль Ашрая Виграхи. Хотя он является Вишая Виграхой. Все мы слышали, что в Рамагхате Баладамд Прабу совершил Раса Лилу с Гопи. Он является Вишая Виграхой, но все время он считает себя слугой. Какова Сева Кадхарма? Это очень важно. И это очень трудно выполнять Сева Кадхарму. Очень трудно быть слугой Гурью Кришны. Это правда. Валадамд Прабу явился в Рамагхате Баладамд Прабу. Сева Кадхарма крайне сложна. Нужно очень много терпения и смирения. Много раз я рассказывал это. Ниндад Чадес Тути. Ниндад Чадес Тути. Внешне кажется, что кто-то использует грубые слова, ругает. Но внутри его настроение направлено на то, чтобы прославлять. Без лейтенанда Лилы, как возможно, что бы могла произойти гора Лила. Пытались понять это. Валадам Прабу, он не против Кришны. Он всегда помогает ему своим настроением, своим служением. Помогает разным способом. Поэтому есть разные игры. Разные лиды. Как, к примеру, вот я рассказывал, что Лакшмана, он очень разозлился на Дасарату Махараджа. Но на самом деле это не унижает Лакшману, а лишь показывает его славу, насколько он был предан Господу Рамачандре. Он учит нас. Садак. С какой преданностью нужно служить Рамачандре? Господу. Такова Лила. Понимаете? Спасибо. Спасибо. Если у вас есть вопросы, задавайте их. Рада Сунда из Голландии также имеет вопрос. В своей лекции вы сказали, что Владив Прабу Аканда Гуру Татва. Владив Прабу был Гуру Дурьодана. Владив Прабу был Гуру Дурьодана. Я задаюсь вопросом, Владив Прабу был Гуру Дурьодана, но как возможно Дурьодана не изменился в лучшую сторону? Дурьодав отвечает, Владив Прабу был Гуру Дурьодана, но каким Гуру? Он не был его духовным Гуру, он был его Гуру в науке, военной науке. Владив Прабу он учил Дурьодана, как биться Гада, как биться булавой. Гуру Дэв, он не разделяет, он дает знания всем. Гуру Дэв учит всех, даже те, кто недостойные, неквалифицированные. Гуру Дэв дает прибежище всем. Гуру Дурьодана, он глупец, подлец. Но кто мог бы дать ему прибежище? Гуру Дурьодана, крышнадарский врач Госвами. Он молится, я... Настолько падшие, кто же может дать мне прибежище? Джагай Мадай, мульты папишта. Я настолько падшие, кто же может спасти меня? Только Нейтенанда Прабу. Гуру Падо Падма может дать мне прибежище. Кришна, он Бхагаван, он Господь. Мы хотим достигнуть Господа. На безменности Гуру, как это возможно? Кто даст нам милость? Водах Прабу дает прибежище всем. В том... Так же Дурьодане. Ну, а вторая вещь, это то, что Дурьодана... Он не принял Балатана Прабу своим духовным учителем. Он принял его своим учителем по борьбе. Продолжение следует. Продолжение следует...